Денис приветствую тебя на торговой сессии четверга день сегодня интересный эстафету как бы от педрезерва перехватывает европейский центральный банк тоже решение по ставкам пресс конференции и очень хочется верить то что заседание европейского регулятора сможет раскачать динамику финансовых рынков ну прежде всего конечно же евро ну разумеется поскольку я делаю акцент на фундамент с твоего позволения сегодня в инструменты включу евро потому что ну как сегодня не обратить внимание на и ну да логично и если прям ты совсем сегодня будешь хедер скажем на взаимность по поводу анализа активов давай посмотрим на рынок криптовалют на биткоин тем более что он так хорошо не знаю не но я подумаю ну давай тогда начнем с меня и монстрами так пошла демонстрация да все отлично супер по поводу тех идей которые у нас были в прошлый раз во-первых я делал акцент на то что функция можно было бы перезаходить с уровня 1 2370 то есть сейчас британская валюта настойчиво не собирается корректироваться но я надеюсь то что впоследствии все таки если пойдет снижение она будет значительно потому что уже накопили мы достаточно фундаментального негатива тем более вот я сегодня жду пресс-конференцию бориса джонсона где он может анонсировать отсутствие возможности и готовность английской экономики сейчас перейти к смягчению карантина тоже я делал акцент на это в прошлый раз вот сегодня мы как раз выслушаем его в целом по фунту только лишь короткие позиции я несколько раз пытался зайти с уровня 1 2370 но вот несколько раз меня выбивало но не оставляя попыток все-таки выжать динамику коррекционную после когда уже снижение пойдет и по поводу рынка нефти так одну секундочку бренд у нас растет я помню что у тебя была точка зрения которая предполагала именно покупку нефтяного рынка поэтому сегодня ты конечно же обязательно сделаешь на этом акцент потому что по твоей идее можно было неплохо заработать я в отношении нефтянки рассматриваю прежние короткие позиции цел стоп с уровня 21 90 вот еще тогда его давал ходе прошлого брифинга мы не добрались до этой отметки чуть-чуть совсем но в целом я предлагаю сохранить эту отложку потому что все эти проблемы которые ранее способствовали развитию этой нисходящей динамики они в целом никуда не делись немножко разочаровал отчет по запасам но думаю что еще не вечер у нас даже по прогнозу голма сакс еще пару-тройку недель такого серьезного прироста который может вернуть собственно на рынок продавцов и что касается сегодняшних идей давай начнем с европейской валюты сразу сделку сел стоп с уровня 1 0 8 40 вот с этого уровня после пробоя нижней границы восходящего канала сегодня я в принципе рассчитываю увидеть серьезную латильность по поводу решения касательно процентной ставки безусловно изменений там никаких не будет ну как и всегда как и в случае вот с федрезервом накануне нас больше интересует то что будет сказано на пресс-конференции и здесь учитывая сколько много плохого по статистике вышло перед заседанием европейского центрального банка рассчитываю на то что ецб в лице крестин лагарта собственно анонсирует дополнительное стимулирование в виде увеличения программы количественного смещения на сейчас конечно же так беспрецедентно там они согласовали буквально полтора месяца назад больше чем 1 триллион евро то есть размажут это соответственно по 100 миллиардов в месяц ну например накинуть еще 15 20 вполне резонно учитывая то что вот вчера у нас был блок статистики по индексу уверенности потребителей индексом и строение промышленном секторе там вообще беспрецедентные минусы падения рекордные спады которые разумеется ведут европейскую экономику к самому страшному второму кварту по темпам экономического роста вообще за все время мне кажется наблюдение за статистикой сегодня буквально до европейского центрального банка в 12 ноября совсем скоро отчет по улп за 1 квартал по аналогии опять же статистикой из сша за 1 квартал безусловно по еврозоне ожидаются все не слабые цифры вот мы видим то что снижение уже потихоньку начинает развиваться я надеюсь то что продавцы смогут сохранить инициативу и собственно сработает вот эта идея снижения с уровня 108 40 мы пойдем к цели 107 20 это минимум которые были зафиксированы здесь и экстра прибыль конечно же можно будет брать на уровне 107 ну и что касается биткойна биткойн это конечно же лидер по ралли последних дней не только биткойн вообще весь рынок криптовалют алькони тоже показывает такую же динамику за неделю больше 30 процентов денис я думаю что даже если постарались бы мы сейчас с тобой не нашли бы актив который тоже мог бы показать такую же результативности по поводу того как действовать можно либо только длинные позиции потому что здесь есть фундаментальная причина роста это ожидание предстоящего хаулинга сокращение вознаграждения за майнинг вдвое уже совсем скоро через 10 дней он состоится по аналогии с прошлыми хаулингами это было в двенадцатом шестнадцатом году bitcoin показывал рост примерно схожий с тем что мы видим сейчас и после этого хаулинга еще рост течение полутора-двух месяцев а то есть сейчас можно сделать вывод о том что история повторяется если действительно сценарий отработает точно так же как в 12-16 годах то соответственно еще около 40 процентов после хаулинга мы можем сделать поэтому в качестве идеи либо покупки с текущих значений тех кто готов подождать можно попробовать дождаться коррекции в район восьми с половиной тысяч покупать и уже с целями 10 500 и 12 500 хотя вот цель 12 500 мне кажется более интересный опять же тех кто следит за рынком криптовалют и если интересует более дороженный фундамент у нас на сайте есть очень интересная статья на сайте компания маркетс по поводу перспектив биткоина там подробно рассказано что и помимо хаулинга можно еще использовать для оправдания именно роста биткоина поэтому здесь длинные позиции надеюсь то что потенциал роста еще не исчерпан и надеюсь то что биткоин сможет удержать вот этот характер лидирующего актива и дальше денис теперь слово передаю тебе поздал пост принял ну во первых хочу тебя поздравить шикарной заставкой на заднем плане известно не хватает только чтобы люди вот так вот еще бегали карантин нет никого я один сегодня видишь на бирже нет я таки понял рулишь всем так хорошо сейчас обо всем пройдемся на меня мнение частично совпадает значит с евро начнем на безусловно сегодня все ждут решение по ставке хотя ставкой как ты уже сказал вряд ли будет изменена и рынок в принципе этот момент уже заложил в цену и плюс ко всему до пресс-конференция ну собственно как и вчера на ставке пресс-сша всегда пресс-конференции дальнейшие перспективы монетарной политики не прежде всего являются основополагающим но вообще подобным блоком фундаментальных новостей что я лично ожидаю вот чисто исходя из позиции техники то есть если сейчас все отбросить как будто новости в мире не существует а существует только спрос и предложение то прежде всего с точки зрения продаж меня смущает то что вот тот профиль ключевой три ключевых недельных профиля которые я показывал на прошлой нашей с тобой встречи во вторник цена в принципе от них реакции не дает то есть но это для продаж весьма странновато с учетом того что у нас недельные границы рынка премии границы рынка точнее вот текущая неделька вот следующая неделька они находятся все достаточно близко но в то же самое время реакции они почти тоже никакой не дают повышенный объем у нас те которые были пытались протолкнуть вниз тоже перекрыты вверх то есть я например больше склоняюсь к варианту что все-таки произойдет если движение вниз то в рамках вот такой коррекции и затем добой вверх к самому ближайшему уровню то есть в район приблизительно 1 10 я больше к этому варианту склоняюсь потому что в принципе весь негатив чисто субъективное мнение рынок уже схавал в принципе и по штатам и по европе по той же британии в принципе по всем странам негатив с этим вирусом он всем уже вот здесь сидит как минимум надоел и рынком тоже в том числе и нефти которая уже в принципе я думаю весь негатив либо хотя бы его большую часть уже тоже сажал и выплюнуло его поэтому по евро я чуть более оптимистичный в этом плане да безусловно коррекция у нас не сможет пройти там пункт на 70 может там чуть больше но в целом я пока больше склонен именно к покупкам что касается нефтянку тоже которую ты вспоминал на прошло как раз во вторник делал грозу но потом я чуть-чуть уточнил потому что поставил здесь чисто по внутренней части коррекции кульминации то есть такая фишка это самая-самая дальняя зона которая может быть при кульминационном ретесте она получается у нас вот в таком виде вот эта зона я бы осталась идеальной точностью отработалась я об этом еще как раз вчера делал пост и собственно вот июньский контракт движение вверх я считаю пока еще не закончена то есть позитив еще о нефти есть поэтому я больше все-таки взять например даже начало текущего года или прошлого года я постоянно был жестким шартистом по нефти я постоянно ее любил именно продавать такая у меня была фишка в любой непонятной ситуации продавай нефть вот и сейчас я все-таки больше склонен с минимумов ее откупать вот поэтому нефть у меня более чуть оптимистично что касается биткоина честно но добросят меня конечно наши слушатели вот не люблю я вот его называю или прям целые счета и карты букировать те кто сказаны с крипто и в принципе по делам на самом деле но опять таки это дело вкуса дело лично каждого это мое так чисто субъективное мнение если сейчас непредвзято относиться к активу рассматривать его чисто как ценовое движение то прежде всего на что хочу обратить внимание у нас когда-то давно еще делал этот пост еще где-то в начале даже марта когда цена примерно вот здесь была в том что у нас есть очень сильная бухгерная зона плюс область поддержки была сформирована заранее то есть еще вот отсюда чертил такой треугольник это собственно есть бухгерная зона то есть она же разворотной является плюс ко всему у меня редко можно увидеть на графиках но сюда еще накинул фиба так что примерно посмотреть на сколько технично ходит данный инструмент в принципе неплохо не супер технично но нормально сейчас фактически цена подошла к самому ближайшему сопротивлению ближайшие сопротивления это вот был расчет на стратегический уровень его цена уже взяла весьма неплохо плюс проталкивание произошло через безлежащие поддержки поэтому с текущих я ожидаю не что иное как коррекцию вниз как тоже правильное слово будет халвинге об этом тоже читал но и уже с коррекции то есть после коррекции мы увидим новый цикл роста с большей долей вероятности как раз в район приблизительно 10 с половиной тысяч за монет поэтому меня лично вот такой сценарий если до этого я рассматривал вот с этой зонки попытку коррекции вниз а потом отскок то здесь коррекцию даже не дали от зоны продавцов абсолютно никакую ее протолкнули это очень часто сигнализирует нам о том что рынок при коррекции готов будут сделать именно разворотку то есть этот момент технически он абсолютно на всех инструментах работает одинаково и на валютах и на индексах на товарных фьючерсах поэтому пресс любиток я очень сильно сомневаюсь что станет исключением так что такой сценарий шесть с половиной семь с половиной это тот диапазон где находится вот среднесрочная зона для покупок самой ближайшей целью в районе десять с половиной тысяч поэтому то что ты говорил касательно роста я тебя в этом плане поддерживаю только единственное все таки хотелось бы ее с коррекцией я в принципе не исключаю что могут из текущих просто пульнуть вверх да но все равно потом дальнейшем как мы видим чисто по характеру движения все равно коррекции глубокие происходят но в случае как раз будучи коррекции либо с текущих либо с более высоких уравнений у нас именно этот диапазон является наиболее важным наиболее сильным а что схематично примерно вот в таком виде вижу движение есть с половиной это не предел то есть могут и вышедать но я обычно показываю то есть ближайшая цель а там уже серии посмотрим что будет да такой такой взгляд получился но супер тогда давай следить за ецб разумеется опять же делаем акцент на то что движение будут друзья все контролируйте загрузку депозитов это очень важно особенно на волатильных рынках и особенно если вы полезете биткоин который ходит буквально за считанные дни на 20-30 процентов это для него не очень денис тогда увидимся с тобой уже на следующей неделе хорошего тебе закрытия этой неделе их хороших выходных спасибо взаимно тебе нашим подписчикам всем хорошенько отгулять пока пока пока